друзья всем привет с вами ваш друг иван вовк в этом видео я вам расскажу о новом кабинете компании beepic переходим на сайт beepic заходим в личный кабинет здесь как обычно мы вводим логин пароль ставим здесь галочку что я не робот вот иногда появляется вот такая капча здесь нужно выбрать те картинки которые он просит но тут парковочные часы вот я выбрал подтвердить все галочка появилась значит все нормально жмем дальше кнопку логин и наконец-то это свершилось новый кабинет которого мы так все долго ждали компания идет в ногу со временем развивается и вот буквально вчера она обновила личный кабинет но давайте разбирать его по порядку вот так он выглядит как обычно здесь у нас есть выбор языка вы можете выбрать свой язык у вас переведется кабинет на ваш язык я буду показывать на английском языке так как я люблю всегда работать с оригинальным текстом ну давайте разберем что тут есть за поля вот главная страница на которую мы с вами попали здесь мы видим вот это первое поле здесь будет написан ваш заработок за предыдущую неделю здесь объем клиентов здесь баллы в левой ветке и новые баллы в правой ветке в текущей неделе которая сейчас идет дальше у нас есть вот такое поле здесь отображаются баллы левой и правой ветки соответственно когда мы так двигаем ползунок мы видим то количество баллов в какой день было дальше вот этот раздел это мы перейдем на покупку продукции здесь раздел бепик челлендж то есть вы туда можете перейти и выполнять челлендж от компании б ты часом кратенько сразу покажу как это выглядит вот здесь есть видео тренировки то есть вы это делаете соответственно выполняет в общем хотите если участвуете идем дальше здесь ордер activity здесь увидите активность как свою свои покупки так и активность ваших партнеров кто делает покупки вот это поле events and updates это новости компании здесь мы видим свой ранг сейчас я зашел в кабинет клиента этот человек не занимается бизнесом он просто пользуются продукцией соответственно него ран стоит customer клиент life style бонус то есть раздел где мы видим как выполняется наш бонус жизни соответственно если вы еще не делали заказ у вас вот здесь будет вот такая надпись гореть она говорит о том что чтобы участвовать бонусе жизни вам нужно сделать заказ разместить и также он показывает схема 2 2 3 3 4 4 5 5 что нужно для этого сразу давайте в него перейдем потому что в этот раздел можно попасть только с главного меню нажимаем здесь view life style бонус detail и мы попадаем на нашу стандартную страницу где мы видим квалифицированный вы на life бонус или не квалифицирован также можно выбрать предыдущие месяца ну и соответственно также как и обычно мы нажимаем на любой из этих бонусов попадаем туда видим всех ваших партнеров кто сделал заказы с кем можно связаться сколько не хватает в общем здесь все можно статистику смотреть так возвращаемся дальше к нашему главному экрану здесь все я вам рассказал давайте пробежимся теперь по пунктам меню как обычно дашборд это вот мы попадаем отсюда на главный экран дальше у нас идет раздел ордер то сидите мы на каждый раздел наводим и выпадает выпадающим ню где мы можем выбрать определенный пункт то есть place order это разместить заказ ордер history история заказов и автошип давайте начнем с автошипом то есть автошип это автоматическая покупка продукции раз в месяц вашей карты то есть я рекомендую его отключать сразу же чтобы вы могли сами контролировать свои заказы делать их ручную так как вам нужно если горит вот это поле красным значит автошип у вас и выключен но на всякий случай давайте еще раз покажу вот сюда надо нажать вот эту кнопочку здесь выбрать disable западающего меню поставить галочку и нажать confirm and save все ваш автошип выключен все вот он горит красным значит он выключен неактивен переходим к следующему разделу это ордер history здесь вы можете видеть всю свою историю заказов и вот они ваши трекинг номера отображаются которые можно скопировать перейти на сайт например где посылка и отслеживать вашу посылку или на любом удобном для вас сервисе следующий раздел это place ордер здесь мы выбираем те пакеты которые хотим заказать сейчас загрузится вот они все наши пакеты чтобы добавить пакет в корзину нужно нажать add эту карт ну более подробно заказ мы сделаем чуть позже когда пробежимся по остальным пунктам меню но вот раздел с продуктами выглядит сейчас вот таким образом дальше следующий раздел это йорнинск заработок здесь у нас есть соответственно мы можем залогиниться в систему выплат валит history то есть посмотреть историю кошелька соответственно движение всех средств по этому кошельку можем зайти в раздел май в элит где мы видим сколько у нас есть денег на нашем кошельке соответственно также из этого раздела мы можем сделать перевод другому партнеру давайте сразу покажу по переводу нажимаем кнопочку трансфер фан стона за дистрибьютор чтобы перевести деньги другому партнеру ну давайте например 50 долларов я переведу на свой логин вовк и дальше смотрите постановочку делает вот она к так еще раз показываю нажалась автоматом прижмем трансфер фунт 100 она за дистрибьютор указываем сумму указываем логин наш и дальше вот она кнопка она сильно не выделяется поэтому смотрите ну кабинет это только его сейчас сделали новый я думаю это все доработается все будет еще выглядеть более скажем так понятно кнопки все выделят чтобы было проще вот она кнопка confirm interview transfer на нее нажимаем и мы попадаем на следующую страницу где нам нужно сделать подтверждение то есть вот здесь поставить галочку ставим галочку и жмем еще раз кнопку confirm процесс transfer now соответственно вот таким вот образом делается перевод средств от одного партнера к другому раздел my wallet это мы только что разобрали валит history только что посмотрели в предыдущем вот если мы сейчас туда зайдем то там будет этот перевод вот он отправка вот это которая только что сделал так переходим в следующий раздел organization здесь есть my 3 персонал спонсор binary detail переходим в раздел my 3 здесь в этом разделе вы видите всю свою структуру которую у вас есть в бинаре также здесь есть две опции которыми пользуемся остальные вам в принципе ничего тут и не надо go to username то соответственно если вам надо перейти к логину человека в вашей структуре его вбивать логин submit и он до него пустится также здесь можно переключиться на спонсор 3 view где вы увидите линейный вид всей своей первой линии на этом разделе все переходим к следующему то есть персонале спонсоре то есть organization персонале спонсоре в этом разделе вы видите всех ваших людей которые прошли регистрацию по вашей персональной ссылке здесь соответственно они отображаются все дистрибьюторы активные дистрибьюторы не активные но также раздел по клиентам то же самое здесь вот будет они списком и причем здесь можно делать сортировку нажимая вот на вот любой из этих надписей вы можете смотреть по последнему заказу кто сделал статус активный неактивный в какой ноге он стоит его юзерней дата регистрации что-то очень удобно сделали сортировкой в предыдущей версии старой такого не было дальше переходим раздел binary detail в этом разделе соответственно вся информация о ваших баллах о всех ваших начислениях по бинарному бонусу по бонусу первой линии и по бонусу мы чинг в этом разделе вы будете видеть свой ранг который у вас есть ранг соответственно ранг текущей недели вот эта информация по текущей неделе баллы в левой ветке баллы в правой ветке какой ранг а вот эта информация по предыдущей неделе соответственно какую ранку вас был в предыдущей неделе также баллы в левой ветке баллы в правой ветке за предыдущую неделю ну и соответственно вот здесь будет информация по вашим всем начислениям сразу же можно выбрать вот здесь в какую ногу ставить человека альтернативно Это один влево, один вправо, один влево, один вправо. Соответственно, левая влево, правая вправо. Ну и потом нужно нажать кнопочку Save Change. Переходим к следующему разделу. Organization раздел мы с вами рассмотрели. Следующий раздел это раздел Система. Вот здесь я вам сразу же покажу, где находится ваша персональная ссылка. Она находится в разделе Сайт Земс, то есть темы вашей страницы захвата. Вот мы сюда перешли, мы пользуемся темой номер один. Поэтому пусть она у вас будет выбрана по умолчанию. И вот она ваша ссылка. Опять же, небольшая недоработка. Ссылка сейчас не видна, но программисты ее доделают. Но сам принцип, как сейчас делать свою ссылку, я вам покажу. Вот я нажимаю правой кнопкой мыши, у меня есть кнопка скопировать. Тут я просто беру, копирую и в текстовый редактор, грубо говоря, вставляю. Вот она эта ссылка. Также вы можете выделить, например, вот эту надпись вместе с той косой. Также скопировать на пустой лист и просто дописать ваш логин. И вот она будет, ваша персональная ссылка. Ваш логин вот здесь в правом верхнем углу написан. Вот таким вот образом вы можете взять свою ссылку. Ну, говорю, дизайн только сделали, новый кабинет только сделали. Это все еще будет дорабатываться, настраиваться, добавляться будут новые разделы. Но ваша ссылка находится в этом разделе. Для регистрации новых партнеров. Дальше. В разделе систем есть раздел контакт. Это все люди сюда попадают. Те, кто прошел регистрацию по вашей странице захвата. Вот на вот этой вот странице. Когда вы даете человеку, то открывается страница захвата, где мы вбиваем имя и адрес электронной почты. Соответственно, вот это имя и адрес электронной почты попадает вот в этот раздел. И вы можете человеку также отправить какое-либо письмо с вашей дополнительной информацией, с вашими данными. Также можете пообщаться с человеком. Также здесь есть различные сортировки по полям. E-mail, страна, last visit, когда последний раз был визит. В общем, по разделу систем я вам рассказал. Переходим к следующему разделу. Это раздел ресурсы. В этом разделе на самом деле находятся различные маркетинговые ресурсы. Вы можете перейти по каждой ссылке и посмотреть. Там различные есть ролики, как на английском языке, так и есть на русском и других языках. В общем, здесь я сейчас вам это подробно показывать не буду, так как это для нашей работы, скажем так, по большому счету, большой ценности не несет. Так как мы продвигаем этот бизнес через нашу систему Академию Успех вместе, где у нас есть все необходимое обучение, все необходимые материалы. Следующий раздел это Support. Здесь нажимаем на кнопочку Contact Us. И в этом разделе самое главное, что нам нужно, это возможность связаться со службой поддержки. Чтобы связаться было возможно со службой поддержки, в правом нижнем углу здесь нажимаем кнопочку поддержка. Открывается такая форма. Если у нас есть какие-либо вопросы, пишем адрес электронной почты, свой имя, фамилия, логин в Bepic и ваш вопрос. Нажимаем отправить. Через какое-то время поддержка вам ответит. По вот этому меню основному мы с вами разобрались. Теперь у нас еще есть выпадающее меню, когда мы нажимаем в правом верхнем углу на свой логин. Здесь вы видите, кто у вас спонсор ваш. Также мы здесь можем зайти в настройки аккаунта. И в настройках аккаунта здесь мы указываем свои персональные данные. У нас указывается. И также есть кнопочка Settings, где мы можем... Ну, также вот здесь есть выбор ноги, куда ставить партнера влево или вправо. Ну, вот это основная настройка, которая также нам здесь нужна. Остальные настройки, по большому счету, они нам не нужны. Ну, здесь вот тема переключается, черная, белая. Здесь показывать ваши данные, не показывать, когда человек будет переходить на страницу регистрации Bepic. И вот здесь вкладка Security, там показывает, с каких IP-адресов был выполнен вход в ваш личный кабинет. В этом разделе также есть два важных пункта. Это Manage Billing и Manage Shipping. То есть это два раздела. Billing, это где мы указываем вашу карту для оплаты Visa или MasterCard. Чтобы добавить карту, нужно нажать Add New Billing Profile. Соответственно, заполнить свои данные карты и потом внизу нажать кнопку Confirm and Save. И у вас карта добавится новая, если она вам нужна. Следующий раздел. Также это раздел Manage Shipping. Сюда мы также нажимаем. Так, что-то сайт у нас с интернетом видно что-то. Сюда мы нажимаем и у нас появляются наши адреса доставки. Мы можем выбрать любой из этих адресов. Также можем добавить сюда новый адрес доставки, нажав на кнопку Add New Shipping Profile. Остальные пункты здесь дублируются. Это мой MyWallet. Мы попадаем в свой электронный кошелек. И раздел также Autoship. Он здесь дублируется. В принципе, вот это краткий обзор нового личного кабинета компании Bepic. Я подробно рассказал вам про каждый пункт меню. И у вас не составит никакой трудности пользоваться этим новым кабинетом. Он мне нравится больше, чем старый. Я скажу вам сразу же. Он выглядит современно, стильно. И это на самом деле круто. Я уверен, что он в ближайшие несколько дней еще будет дорабатываться, усовершенствоваться. То есть он будет в разы круче по функционалу, чем предыдущий личный кабинет. Теперь давайте я покажу, как сделать заказ продукции. Заказ будем делать с внутренних денег, которые лежат на кошельке E-Wallet. Но также можно сделать из карты. То есть переходим в раздел или вот здесь нажимаем Shop Now, Shopping Center или в пункт Order, Place Order. Перешли в раздел Place Order. Я закажу пакет с двумя E-Wallet, 8 лидерский пакет. Я нажимаю кнопочку Add to Cart. Это означает, что я добавил продукт в корзину. Теперь мы можем отсюда или сразу же перейти в корзину View Cart или нажать Continue Shopping и добавить, например, еще один пакет, если он нам нужен. Ну давайте я нажму, например, Continue Shopping, чтобы показать. Ну, например, вы еще добавите, потом один пакет нажмете вот эту карту. И вот она у нас справа в верхнем углу также находится наша корзина. Видно, что там сейчас цифра 1, говорит, что туда положим один пакет. Ну вот, смотрите, здесь есть тоже такой нюанс. В корзину мы добавили, но здесь все равно, говорит, кнопочка Shop Now. То есть, типа, все равно купить. А перехода в корзину нет. Ну, опять же, какие-то мелкие пока недоработки все это сделается. Вот я нажал Shop Now и потом снова, смотрите, нажимаю на корзину, у меня появляются две новых кнопки. View Cart, просмотр корзины и следующая кнопка Checkout. Это означает сразу же перейти к оплате. Ну давайте перейдем сначала в View Cart. Вот мы перешли в нашу корзину. Мы видим наш заказ, его стоимость, соответственно, количество продукции. Теперь я вижу, да, заказ у меня сделан правильно, количество правильно, пакет я выбрал правильно. Нажимаю дальше кнопочку Checkout. Вот она, Checkout. Нажав ее, я перехожу, соответственно, на следующую страницу, где я проверяю свой платежный профиль, свой адрес доставки. Вот здесь Billing Info, это тот раздел, где мы из выпадающего меню выбираем, как будет производиться оплата. То есть, E-Wallet, это, соответственно, внутренние деньги, или вы выбираете ту карту, которая у вас привязана в разделе Billing Profile. Если карту хотите добавить новую, здесь есть кнопочка ADD New Card. Я буду оплачивать с электронного кошелька E-Wallet. Дальше, раздел Shipping Info. Здесь у нас есть выбор адреса и, соответственно, стоимость доставки здесь указывается 15 долларов. Если вам нужен новый адрес доставки, нажимаем ADD New Shipping Profile. Также добавляем новый адрес доставки. Очень важный следующий раздел. Тут это правила и условия, что вы с ними согласны. Обязательно нужно из выпадающего меню выбрать Yes, что вы согласны с правилами компании. После того, как вы проверили адрес доставки, выбрали платежный профиль, согласились с условиями, нажимаем кнопочку Process Order. Выходит окно, что стоимость вашего заказа будет 124 доллара 90 центов. Вы согласны разместить его с электронного кошелька? Пишем в процесс ордер. Дальше выбираем зеленую кнопку, нажимаем. Все, вот показывается, что наш заказ прошел, ему присвоился номер, написано Paid. Paid означает, что заказ оплачен, оплата прошла успешно. Теперь мы можем перейти в Order History, раздел Order, западающий ми, выбираем Order History. И вот он наш заказ, который мы разместили. Сейчас у него трекинг номера еще нет, но как только будет он отправлен, здесь будет указан трекинг номер. Также мы видим статус платежа, Paid зелененький говорит, что заказ оплачен. Вот такой вот получился краткий обзор личного кабинета. Я думаю, вам это видео будет полезно, кабинет вам новый понравится. С вами был ваш друг Иван Вовк. Всем пока!